Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Анатольевич, ну, вы человек в городе известный, как общественный деятель, но сегодня мы с вами пообщаемся как с руководителем одного из крупных вузов города. Я думаю, что я не ошибусь, что говорю, что вуз достаточно крупный. Сколько вот у вас студентов? У нас сегодня студентов 3006 человек. Это действительно большое число для негосударственного вуза. Вот как раз вы говорите для негосударственного вуза. А чем вообще живут сейчас негосударственные вузы? Я хотел бы, чтобы вы сказали об успехах вашего учебного заведения, может быть, за последний год или за несколько предыдущих лет. Спасибо за вопрос. Нам есть что сказать, тем более, что прошедший 2013 год принёс для нас массу приятных событий. Самым главным событием, я считаю, всё-таки успешное прохождение государственной аккредитации. Я думаю, что любой преподаватель вуза, тем более ректор, меня прекрасно понимает. Это очень серьёзная процедура государственная. Она проводится на предмет соответствия деятельности вуза требованием государственного стандарта образования. Как часто? Это раз в несколько лет? Эта процедура проходит раз в пять лет. Но сложность для нас, для вузовских работников заключается в том, что каждый раз эта процедура происходит по разным правилам. Правила постоянно изменяются. Чтобы мы не расслаблялись. Это держит нас в тонусе и является фактором нашего развития, фактором интенсивного состояния головного мозга и прочее. Нужно сказать, что мы прошли эту процедуру в этот раз так же, как и в прошлые разы, успешно. И как председатель комиссии заметил, мы прошли её даже с запасом. С запасом прочности. Это очень приятно. Но вот что показала эта процедура аккредитации? Она показала, что требования государства ужесточаются к деятельности высших учебных заведений. И это, кстати, хорошо. Потому что такое ужесточение несёт за собой улучшение качества образования. Студенты тоже теперь понимают, что аккредитация – это период работы всего коллектива, включая их самих. Александр Анатольевич, я знаю, что у Вас в прошлом году подписано одно очень важное соглашение. Вот об этом пару слов. Да, у нас действительно было замечательное событие. Мы подписали соглашение с Российской академией образования. После этого соглашения Президиум Академии присвоил нам статус экспериментальной федеральной площадки. Кстати, что это значит? Дело всё в том, что откуда растут ноги у вопроса. Да, сегодня все вузы перешли на новый образовательный стандарт, в ГОС-3. Он ставит совершенно разные задачи. Мы должны формировать теперь у нашего студента не, как мы раньше говорили, умения и навыки, а компетенции. Компетентностный подход сегодня стоит во главе угла работы всех вузов. Но этот компетентностный подход – это, в общем-то, новое явление для Российской высшей школы. И здесь есть некоторые проблемы. С одной стороны, мы, безусловно, должны адаптировать нашего выпускника к оригинальному рынку труда. Наш специалист не должен, наш бакалавр-специалист не должен терять свои профессиональные навыки. Но вместе с тем он должен быть очень профессионально и социально мобилен. То есть, правильно я понимаю, что ваши студенты – это такие первопроходцы или пионеры в новой системе взаимоотношений государства и образования? Но, скорее всего, не студенты, а коллектив наш профессорский, преподавательский и студенты. То есть, все мы, кто будет участвовать, кто уже участвует в работе этой экспериментальной площадки. Александр Анатольевич, и ещё один вопрос, последний. Я знаю, что у вас есть серьёзные планы насчёт расширения площадей вашего вуза, что для негосударственного учебного заведения достаточно редко бывает. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Да, есть у нас давняя мечта, она, в общем-то… Но это мечта или всё-таки она близка к вам? Ну, она, конечно, близка к реализации, безусловно. У нас есть для реализации её все финансовые необходимые ресурсы. Дело всё в том, что правительство поставило как-то задачу, вот, может быть, кто-то уже и забыл, что каждый вуз должен иметь хорошую спортивную базу. Мы не забыли. Мы тоже не забыли, хотя об этом сейчас вроде бы как-то уже не так часто говорят. Мы это помним. У нас материально-техническая база на сегодняшний день достаточно, у нас много площадей, но хорошего спортивного зала, такого полноценного, у нас, в общем-то, нет. У нас есть договора на спортивные залы, и поэтому в этом году мы поставили задачу построить новый пятиэтажный корпус учебный. В этом году? В этом году. Нет, не за год мы начнем строительство. Собственно, работы, необходимые по сбору документов, уже начались в 2013 году. И это наша перспектива. У нас есть для этого, еще раз говорю, все необходимые ресурсы. Ну, главное, чтобы теперь нам, как бы, у нас это могло спокойно воплотиться в жизнь. Ну, а нам остается только пожелать вам удачи в этом начинании. Спасибо. Спасибо большое, Александр Анатольевич. А я напомню, у нас в гостях был директор Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического института Александр Бутузов.